МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухуральева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Смертельное ДТП. На федеральной автодороге Кавказ столкнулись с грузовикой и легковой автомобиль. Ожидать дагестанцам заморозков или, наоборот, потепления. О том, какие прогнозы дают синоптики, смотрите через несколько минут. Пчеловоды Дагестана. Форум по таким названиям прошел на Сельхозе Республики. На Валакском районе произошло смертельное ДТП. На федеральной автодороге Кавказ столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Известно только, что водитель грузового транспорта выехал на полосу встречного движения. В результате аварии погиб 43-летний. Водитель Мерседеса еще двое получили травмы. В Дагестане получают одну из самых низких зарплат в России. Росстат опубликовал рейтинг по оплате труда работников по регионам в 2019 году. В аутсайдерах оказались регионы СКФО. Средняя зарплата здесь не превышает 20 тысяч рублей. Однако одна из самых низких зарплат зафиксирована в Дагестане, где 34% работников получают менее 15 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Москве и Магаданской области. Их размер составляет больше 100 тысяч рублей. По всей России наблюдается тепловая погодная аномалия, заявили в гидромедцентре. Однако, по словам местных экспертов, в Дагестане это не коснулось. Такая зима для республики уже стала привычным явлением. В Дагестане зимы теплые, это правда, но оно не аномальное. Аномально оно в данный момент является центральной Россией. Это Москва, Московская область, в ближайшей регионе, потому что снега нет, морозов нет. Там почти плюсовая температура. У нас зимы фактически так таковы уже давно. Но последний раз зима суровое, чувствительное в Дагестане было в 2012 году. После того, так таковых, сильных зим в Дагестане отсутствует. Если взять много лет в норме, превышение, это представляет 2-3 градуса. Если оно было бы на 5-10 градусов, скажем, дневней температуры 15-20, более недели, да, это аномалия для Дагестана. Но Дагестан не аномалия, просто Дагестан теплая зима. То есть она характерна для Дагестана. Эксперты объясняют это тем, что воздушные массы в Дагестане идут с юго-востока, для которого характерен сухой климат. Говоря о прогнозах, синоптики отмечают, что сильных заморозков этой зимой не будет. Легкое похолодание придет только в марте. В Дагестане зима будет опять теплая. То есть температура жима выше нормы, осадки около нормы меньше. Зимой норма очень маленькая, осадка, в частности, в Гунибе. Январская норма осадков – это 14-15 градусов, ну это миллиметров, это очень мало. Там вообще не похолодает. Да, не похолодает. Но отдельный, конечно, возможен кратковременно, но она очень кратковременно, она даже не успеет почувствовать. Дагестанцы привыкать к теплым зимам. Мы фактически живем на юге, нам поэтому здесь особо не нужно расстраиваться. Развитие бренда дагестанского меда, его продвижение на региональные и международные рынки. В Министерстве сельского хозяйства республики состоялся форум пчеловоды Дагестана. Отметим, что в 2017 году был принят закон Республики Дагестан о пчеловодстве, который регламентирует многие вопросы. Кооперативы, которые работают более года с хорошим результатом, могут рассчитывать на весомую поддержку, помощь при приобретении оборудования для фасовки, заготовки и хранения продуктов пчеловодства. Сумма гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива доходит до 70 миллионов рублей. К сожалению, в последнее время было очень мало внимания уделено со стороны государства этой отрасли, хотя имеется какая-то господдержка, но системных мер не было. Мы хотим сегодня вместе с нашими пчеловодами, нашими тружениками в этой отрасли самоорганизоваться, определить наш вектор развития, определить болевые точки, помочь им в плане организации своего сообщества, помочь в плане господдержки, ветеринарии и эпизодической ситуации, создать селекционные центры так, чтобы мы могли снабжать нашими отечественными дагестанскими пчелами, пчеломатками, с тем, чтобы наши пчеловоды получали качественный пчеломатериал, выпускали добротный мед и у них не было болезней. Праздничные дни подходят к концу и уже завтра для россиян начнутся первые в новом 2020 году рабочие дни. Насколько готовы дагестанцы к трудовым будням и не оказались ли выходные для них слишком затяжными, узнавала наш корреспондент Алина Багилова. Когда Оливье Сидина новогодние телепередачи и фильмы уже надоели, традиционно задаешься вопросом, чем себя занять. К тому же праздничное настроение разделяет не каждый житель. Жалобы, что 10 дней новогодних каникул это слишком много, повторяются из года в год. Сейчас выясним у жителей столицы, что они думают по этому поводу. Нет, совсем не затяжены. Мы завтра идем в школу. Вы не рады? Нет. Хотим еще отдохнуть. Нет, для меня немного. Немного, мало. Куда успели сходить? Почти никуда не успели. Мне кажется, это достаточно для людей, которые хотят отдохнуть. Лучше бы эти новогодние дни перенесли бы на майские. Там и теплее, и гулять побольше можно. Как успели провести? Ну хорошо, с детьми погуляли, дома посидели с родственниками, все хорошо. 10 дней? Да. Это достаточно? Как успели провести время? Книги читали. С 31 по 3 это самые оптимальные, 3 дня. Нормальные. А в школу уже хочется? Скучаю по своим одноклассикам, а так нет. Каникулы проходят тяжело, потому что готовлюсь к экзаменам. Сегодня задействовала, наверное, первый раз вышла. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин